Путешествуя по Саратовской области, мы приехали в Калининский район, в село с интересным названием «Новые выселки» в одноименный колхоз. Вместе с нами сюда прибыла и целая делегация, в составе которой руководители и инженеры местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Сегодня мы с вами проводим совещание, семинар на тему показательного государственного технического осмотра на базе колхоза «Новые выселки». Вся линейка старой и новой техники, но требования инспектора гостехнадзора одинаково строгие ко всем образцам. Что вы смотрели, на что обращали внимание? В первую очередь я начал с механизатора, когда у него посмотрел удостоверение тракториста-машиниста. Потому что удостоверение тракториста-машиниста позволяет данному механизатору выполнять те работы, которые он может работать на этом тракторе. Дальше смотрим свидетельство о регистрации. Свидетельство о регистрации – что основное? Это соответствие узлов и отгрегатов, что к ним относится. Номер двигателя, заводской номер. Далее номер заднего моста. Помимо всего этого могу показать. Вот находится государственный регистрационный знак. Непосредственно, значит, бирочка. Заводской номер, номер двигателя. Самое пристальное внимание обращают и на внешний вид техники. Крылья, брызговики, чтобы светили фары, работали поворотники, ну и, конечно, дворники. Обязательно наличие зеркал заднего вида. Не менее важный аспект – колеса. Здесь почвозацепы хорошие, прекрасные. И резина новая, она не полопанная. Нет, она не имеет порезов. К сожалению, это не во всех хозяйствах. Мое внимание инспектор обращает и на кабину трактора. Говорит, все стекла должны быть абсолютно прозрачными. Никакой тонировки. Интересно, вот вы говорите, что все равно молодежь тонирует, а потом… Ну да. Вот расскажите про тонировки, тоже очень любопытно. На сегодняшний день, на сегодняшний день у нас, к сожалению, встречаются механизаторы, которые обклеивают трактор. Ну, я говорю, может быть, немножко грубо, как в танке. Там ничего не видно. И вот те люди, которые обклеивают, они более молодые. А когда работает в ночь механизатор уже более пожилого возраста, и он сзади уже ничего не видит. Потом с этим он агрегатом заезжает куда-то в село, и может получиться несчастный случай. Вот этого категорически нельзя допускать. И то, что в полной боевой готовности не только Нью-Холланд, но и ДТ-75, только плюс хозяйству, замечает инспектор гостехнадзора. Нужно всегда иметь резерв. Те руководители поступают грамотно, которые не просто списывают технику и уничтожают ее, а некоторое время она находится на хранении, на хранении, и по мере необходимости не используют также и старую технику. То есть на ходу? Вот как, например, ДТ-75, вот тот же Кировец. К сожалению, эта техника тоже может ломаться, и это наша действительность. Но тогда будет что? С годится и старая, которая выйдет, которая тоже на ходу, и которая прошла технический осмотр. Совершенно верно. И вот мы сегодняшним техническим осмотром показали, что люди думают о завтрашнем, о сегодняшнем дне. Даже не о завтрашнем, а о сегодняшнем дне. Вообще в колхозе новые выселки к технике относятся с особым трепетом. Как рассказывает председатель Александр Ищенко, обрабатывают они почти 6 тысяч гектаров земли. Говорит, проблем с подготовкой машин и агрегатов к весеннему сезону не было. Субсидии пришли вовремя. Да и собственных средств на автопарк не жалеет. У нас сейчас у каждого механизатора по 3 единицы техники. Чтобы, в принципе, когда 3 единицы развалены, это значит одно. Нужно ее все ремонтировать, а когда все 3 единицы нормально, он с одной техники переходит на другую. Как вот нам сейчас инспектор сказал, что мудрый механизатор, мудрый руководитель не спешит списать старую технику, покупая новую. Он ее как резерв держит. И в случае с чего она у него тоже на ходу. Да, ну, на ходу, но, в принципе, когда они садятся с новой техники на эту технику, в принципе, глаза у них уже не так горят. Ну, это понятно, но если, например, какой-то отрезок работы нужно выполнить, не дай бог, что-то там может тоже сломаться, а нужно сделать. И тут ты хочешь, не хочешь, и на этот сядешь, и на этот сядешь. Ну, да, но вот по технике у нас не только, у нас еще и джангиры есть. Вот у нас вот эта импортная техника, она работает на сутками. Поэтому и сев идет сутками, и днем, и ночью. Просто в том, что как бы объемы большие, и, в принципе, такая производительная техника не должна стоять. Именно выезжаем, все, вперед. Впрочем, даже строгие, на первый взгляд, инспекторы не могут воздержаться от позитива. Акцентируют внимание участников семинара на каждой детали. Все сельхозпроизводители подходят более ответственно, более организованно. Это у них выполняется. Они же, конечно, у них и сроки, у них весной день, год кормят. Совершенно верно. Они не могут подойти к этому сезону с плохой техникой, с некачественной, не отремонтированной. Поэтому, наверное, они вот все-таки душой болеют за это. Здесь, как говорится, и руководители, и руководители, почему? Потому что, я скажу прямо, что закупают, значит, запчасти. Запчасти очень дорогие, но люди не скупятся. Не скупятся, и техника у нас. Вот именно у сельхозпроизводителей более качественная, чем у других товарищей. Отмечают и то, насколько качественно машины были подготовлены к техническому осмотру. Отмытые движки, нету подтекания масла. Это заслуга механизаторов. Но и в то же время нельзя отметить руководителя, который содержит эту технику в хорошем техническом состоянии. Я думаю, большое им спасибо. Конечно же, говоря о развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий, просто нельзя не сказать о том, насколько эффективным был первый съезд депутатов сельских поселений, который прошел в Волгограде. В течение двух дней сельхозпроизводители и эксперты обсуждали ряд проблем и вместе искали пути их решения. Вопросов было очень много. Причем после съезда председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев сказал о том, что все вопросы, все буквально, включить для проработки. Часть из вопросов войдут в резолюцию партии, а часть вопросов, какие были подняты, уйдут как поручения председателя правительства в отраслевые министерства и ведомства. Кстати, решения по многим вопросам не просто найдены, а уже запущены в работу. Так, например, финансирование госпрограммы удалось увеличить даже больше параметров 2013 года. Решился вопрос и по субсидиям процентной ставки долгосрочных кредитов. По ним государство полностью рассчитается до нового года. Аграрии сегодня не просят просто дайте нам денег. Аграрии говорят, определите правила игры, определите механизмы, по которым мы готовы работать. Одно из предложений на съезде было по, вы знаете, всей общей проблеме, это закредитованность сельскохозяйственных предприятий. Хорошо, что у всех есть понимание, что списывать долги прошлых лет, конечно, никто не будет. Другое дело, какие механизмы создать для того, чтобы аграрии могли использовать кредитные или заемные ресурсы. Прозвучал такой механизм. Пускай государство аграрием выдает кредит под ставку рефинансирования, 7 или 8 процентов. Но погашаемую часть процента пускай государство напрямую выплачивает банкам. Почему? Потому что аграрий берет под 15 процентов на всю величину кредита. Компенсация поступает зачастую не каждый месяц, а иногда в конце месяца, или вот как в разных субъектах, несвоевременно, и сразу наступает пеня. Я думаю, это приемлемый для аграриев вариант. Вообще, каждый бюджетный рубль должен работать с максимальным эффектом. Но деньги, которые были направлены в регионы на проведение весенних полевых работ, дошли не до всех сельхозпроизводителей. В черном списке Астраханская, Московская области, Краснодарский край и Дагестан. Владимирский, Тамбовский и Саратовский регионы напротив в лидерах. Основная часть федеральных и областных средств еще в конце марта поступила на счета сельхозпроизводителей. Но развитие сельских территорий – это не только фермерские хозяйства и предприятия. Условия жизни также требуют вложений. Одно из основных – дорога. О ней мечтают жители большинства поселений. Но на асфальт пока могут рассчитывать лишь те села и деревни, которые удалены от трассы не более чем на 5 километров и где проживают не менее 125 человек. Таковы требования госпрограммы. А что делать остальным? Поэтому достигнута договоренность убрать эту норму. И субъект должен сам определять, где им устроить не только межпоселковые дороги, но и внутрипоселковые. Я думаю, это хорошая норма. И вот еще ряд решений. Так, финансирование программы социального развития сельских территорий с каждым годом будут существенно увеличивать. Расширили рамки и программы «Земский доктор», чтобы в село ехали работать не только молодые, но и уже опытные врачи. Ну а государственную поддержку работникам АПК уже сейчас удалось увеличить на 4 миллиарда рублей, что в канун весенней полевой кампании оказалось как нельзя кстати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова